Гляньте, прибежала свистулька свистящая. Мать, говорит, быстро отдала все сердца мне и больше никому. А тут целая корова вкусняшек. Дырочку маленькую приоткрою, чтобы интереснее было. Ой, говорит, не надо было, не надо. Ой, сейчас я все игрушки высыплю с качели. О, маме Лене качели. Сейчас я извиняюсь, заранее не подготовилась к съемкам. Так, а что, блин, она мокрая внизу. А я не понял. Вы что тут, ссыкули делали? Кусай, 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 бандитос мой рыжий. Рыжий бандитос, говорит, это все мое. Нахапал полный рот сердец и пошел. О, Господи. Степа, там какая-то игрушка заговорила. Ой. Где мой мальчик? Черномазов. Мальчик Черномазов. Черное пятно, больше ничего не видно. Ой, я только с духом собралась. Привет, Зорик, иди ко мне. Только с духом собралась что-то снять, да выложить. Ну, все равно-то кормить. Кормить, посидеть с ними-то все равно надо. Все они чувствуют. И настроение мамина тоже чувствуют. Тего свистишь, Свистулькин. Яиц завтра дам тебе. Что-то у перепелок какой-то перерыв прям с яйцами. Поэтому яичек мало. Верхний этаж одно-два яйца вместо двадцати. А нижний более-менее еще. Привет, злая женщина. Там же женечка тебе привет передавала. Да, ты, наверное, соскучилась за ней. Тут с десятью там музыками справиться в одно лицо. Сегодня расскажу. Не все в телеграмме, наверное, сидит. Женщина, которая на нас давно подписана, обвинила меня в том сегодня, что Жужа дома, а не в стационаре. Я говорю, господи, боже мой. Прямо как будто ждут ее в этом стационаре. Во-первых, в Анапе. Кто знает, тут местные, что стационаров для диких, тем более животных, у нас нет. Есть пара клиник, всего где-то две клиники, у которых есть стационар. И то я вам скажу. Ночью там никого нету. То есть, животное получило необходимое лечение. Жорик, если я увижу, что вы там ссыкуните, я вам бошки оторву. Вот. Получило необходимое лечение животное. И все, до свидания. Люди пошли домой. Никому ваше животное там не нужно. Это во-первых. Во-вторых. Да что такое? Ну что? Ты соскучился, Андрюска. Андрюска соскучился. Вот. Во-вторых. У нее поставлен диагноз. Назначено лечение, которое необходимое. Два раза в день приезжает ветеринар к ней. Все необходимое лечение она получает дома. Даже больше. Ее бы там целыми днями в камере кислородной никто бы не держал. Подышала, до свидания. Вот. Назначено лечение. Сказали, когда были в клинике. Один врач посмотрел, другой врач посмотрел. Во мнениях все сошлись по поводу лечения. Даже так онлайн консультировались. По анализам все одно лечение. Одинаково. Вот прям назначение все одинаково. Три дня завтра будет только как мы лечим. И три дня спустя сказали повторить анализы. Вот. Сделаем УЗИ. Сдадим опять кровь. Посмотрим на динамику. Если уже будем отталкиваться от этого, будем корректировать лечение. Одна зашла. Давняя. Причем подписчица. Ну, как бы сначала мягко намекнула мне, что я бездействую. А потом уже не мягко, а потом уже грубо. Я, если честно, как ведро помоев на голову вылили. Была в полном ужасе, конечно. Разнервничалась, распсиховалась из-за этого. Потом думаю, почему я должна нервничать из-за этого человека. И он ушел в бан у нас, этот человек. Навсегда. Вот. Потому что, если честно, я вообще в шоке была от написанного ею. Носа, говорит, вы повезли в клинику, когда носик проглотила от колеса, эту силиконовое колесико. Типа, Носа, вы поехали, помчали в клинику, как бы, да? А ее не повезли. Да потому что ей, у нее сразу было понятно, как бы. Здесь экстренно поехали. Все, диагноз установили. У Носа вообще непонятно было, бессимптомно все это. Но мы там все равно кровь, как бы, на всякий случай сдали, посмотрели, что на этом фоне у него воспалительного процесса печень чуть-чуть отклонен, показатель. Вот. И то обошлось, что в клинику приехали, и это колечко само вышло, колесико, кружочек. Вот. Да даже суть не в этом. У нас сейчас есть ветеринар, который всех, как бы, смотрит, изучает, над собой работает, как бы, да, расширяет свою, кругозор свой в плане енотов, потому что нет специалистов по енотам. Кошки, собаки, это уже сто лет изученные животные, как бы, да, все там, все-все про них знают. Но еноты к ним не относятся. Как бы там ни было, что они даже из псовых, вот. Как по последнему еноту, которого в горах нашли, у них слабое сердце, у них слабые эти легкие. Тому еноту делали вскрытие, которого последнего привозили, и он не выжил. Вот. Ну, его и привезли, он уже в куматозе весь был. Поэтому люди, которые не имеют отношения даже к животным, к таким, пытаются раздавать советы, еще учить, поучать. Знаете, куда вы идите, блин? Хочется сказать, но не хочется ругаться. Вот. У нас еноты планово все проходят. Обработки, прививки, как бы, да, за здоровьем мы следим. Тем более, что по питанию, извините, кушают они все необходимое. То, что они кушают в природе практически. Ну, конечно, да, там, вкусняшек они поменьше едят. И то вкусняшки. Вот сейчас взяли дегидратор, чтобы им сушить. Вкусняшки, чтобы они химией никакой не ели, чтобы они все домашнее свое ели. Еще обвинить меня в том, что кого-то мы любим, а кого-то мы не любим. Конечно, есть сердечная привязанность к кому-то одному больше, да, там. Вот. Тот же Витя, потому что он в доме постоянно. Ну, и он ласковый сам по себе такой. И то он ласковый в силу того, что он как ДЦПшник. Больных детей же всегда больше, наверное, любят, да. Вот. Ну, нет разницы, кто бы у нас не заболел. Все необходимое будет сделано. И все, что от нас зависит, и даже все, что от нас не зависит, будет сделано. Ой, Степа, ты разбегался? Блин, кровь свернула мне вообще. Сегодня уж выбесило. Чего я ее слушала, я не знаю. Так я пыталась объяснить и доказать, что, во-первых, не берут на стационар. Во-вторых, дома делается все то же самое. Да, я не знаю, там хоть кол на голове тиши, человек при своем мнении и другого быть не может. Кто там побезал? Степанчик. Разбегался. Степка этой зимой какой-то активный прям у нас. Да, зайчик? Да, Степанька. Медвезонок ты мой олимпийский. Вот. Ну, уже вскрыли, он высыпали орешки, там сухого корма им чуть-чуть полозы. Зорик. Они спят еще рано для них, наверное. Наверное, мама пока Жужу просидела, уже время подошло. Ну, ждем теперь Мишу с камерой. Будет универсально. Просто уже раз помогли, на эту камеру перевели, я считаю, ее нужно взять, и чтобы она была у нас. Ой, это что за новый вид такой крутения колеса? Да, блин, не видно нифига, ладно.